здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и вновь у нас в гостях доктор медицинских наук заведующий кардиологическим отделением люберецкой областной больницы михаил львович гинсбург которого мы приветствуем нашей студии здравствуйте говорили а мы будем говорить по поводу на всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией так называется официально этот день ну мировое здравоохранение так любит называть всевозможные даты привязываться к каким-то событиям потому что к сожалению человечество болеет и есть такие дни которые весь как бы и медицинский мир и около медицинский мир все эти дни делаются специально для того чтобы еще раз напомнить о проблеме это действительно серьезная проблема гипертония по-прежнему я должен сказать что действительно всемирная организация здравоохранения объявляя этот день специалисты и эксперты этой организации они прекрасно понимали зачем это делают и сделано это неспроста артериальная гипертония это сегодня самое тяжелое заболевание которое приводит наших больных наших пациентов наших жителей люберецкого района к неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям во главе которых стоит инфаркт миокарда мозговой инсульт и в итоге приводит к началу к старту развитию сердечно-сосудистых заболеваний которые сегодня определяют высоченную заболеваемость и высоченную смертность и понятно что борьба на старте значительно выгоднее значительно перспективней с возможностью повлиять на вот эти осложнения которых я сказал и если она проводится правильно если в этом заинтересован не только медицинские работники но и пациент прежде всего вроде как должен быть он да и население наше заинтересованные государственные органы то это конечно дает определенные и значительные результаты вот вы у нас уже много раз были здесь в гостях и я до сих пор помню вот эту главную скажем так мысль что как ни крути а сердечные заболевания назовем их так да просто они остаются одними из самых таких сложных все что связано с нашими сосудами с там с головным мозгом и так далее сердце кровь кровеносная система то есть это по-прежнему у человека такая слабая зона в сервисе все данные которые представляет рост от свидетельствует о том что сердечно-сосудистые заболевания или болезни системы вообще кровообращения без сомнения они занимают ведущую роль и на сегодня этот процент свыше 50 и он колеблется от 53 до 52 до 51 процента в структуре смертности занимают заболевания системы кровообращения и два главных направлений это конечно острые инфаркты миокарда а с другой стороны это острые мозговые ситуации которые тоже приводят к сожалению наших пациентов смертью получается что несмотря на то что возраст на сегодняшний день и официально и в мире у нас вот увеличивается проживаемости когда-то в 19 веке 40 лет человек считался уже стариком если по за жизни жить и значительно увеличил но заболевание сердца по прежнему остается вот как вы проценты называете такой контрольный пакет да но не стали возникать несколько позже до несколько позже стали возникать но они все равно возникают означает ли это что человеческий организм при всем при том что продолжительность увеличивается но он как-то не улучшается что ли то есть система его внутреннего самосохранения не 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 улучшается в то я понимаю что вы говорите структура если взять в целом за сто процентов какую-то страну или государство и государство или район конечно есть определенный характер смертности вот эта структура она несколько меняется несмотря на это как я уже сказал сердечно-сосудистые заболевания они занимают 50 процентов этого окружности не даже это более но идут подвижки и мы видим что увеличивается количество больных сахарным диабетом увеличивается количество больных бронхолегочными заболеваниями сахарными сахарной болезнью но с другой стороны уменьшились там заболевания предположим ревматического характера приводящие то есть какие-то изменения постоянно идут но сердечно-сосудистые при этом к сожалению не проигрывают но потому что сердце же она болит во всех случаях за но надо опять сказать что благодаря достижениям науки современной науки фармацевтической промышленности индустриальных таких методов лечения больных заболеваниями сердца и сосудов произошли определенные изменения что длительность этой болезни значительно увеличились что продолжительность их увеличилась и что осложнения развиваются значительно позже чем мы видели в начале предположим или в середине прошлого века и даже в конце прошлого века потому что в начало этого века ознаменовалась внедрением новых стратегически важных методов лечения как острой патологии сердечно-сосудистой системы так и появление новых фармацевтических лекарственных препаратов для лечения болезни системы кровообращения и вот стандартизация этих методов и что это проводится в московской области что администрация нашей больницы выделяет этому колоссальное внимание без сомнения способствует снижению смертности вот этих больных в частности сердечно-летальности в стационаре стационаре или к смертности я должен с огромной гордостью сказать что сегодня у нас проведена впервые операция по из удаление тромба и сосудов головного мозга у женщины восьмидесяти двух лет с острым нарушением мозгового кровообращения что конечно скажется благоприятно на ее прогнозе жизни на ее качестве жизни и это то есть это новая операция да да это впервые в нашем районе проведена эта операция это заслуговая повторяю руководству нашей больницы с врачей неврологического профиля но мы обязательно еще поговорим во второй части конкретно о я сейчас как бы глобальных проблемах во второй части поговорим потому что конечно же наших телезрителей интересует а как сердечными делами в люберцах обстоит но хотел бы еще вернуться вот к такому мы тоже не по моему не раз обсуждали но никуда не денешься вы сами сказали профилактика и так далее но почему человек так устроен что вот у него кольнуло сердце второй раз кольнуло и только где-то когда уж совсем невыносимо да он идет к врачу почему хотя сейчас стараются здоровый образ жизни и так далее но почему человек такое странное существо что вот пока рак не кредит не свистнет он не идет к врачу это связано с культурой общества это связано с его развитием это связано именно с отношением человека к своему здоровью это связано с ребенком который имеет воспитание в семье и это все генетически заложено и к сожалению вот забота о своем здоровье вот поколение прошлого века было несколько иное если вы возьмете сегодня молодое наше поколение они значительно больше внимания уделяют вопросам здорового питания правильному образу жизни занятием физической культурой вы видите увеличивается количество тренажерных залов их посещаемость и без сомнения это способствует увеличению продолжительности жизни и улучшению качества то есть человечество и в частности российская часть человечества все-таки задумываются над тем что ответственность своя перед своей семьей перед своими родственниками потому что если ты уже к 40 годам превращаешься в старика то дети внуки и так далее хорошо михайлов и скажите пожалуйста сколько на сегодняшний день в мире существ если есть такое число существует операции связанных сердечными заболеваниями или это трудно подсчитать или там нет понимаешь есть по 2 варианта статистические данные может быть некоторые я из них не знаю именно в плане например кардиохирургических методов лечения но я знаю что в российской федерации проводится более полумиллиона методов коронарографического исследования с использованием через кожного коронарного вмешательства и с установкой стендов вот их проводится более полумиллиона по 500 тысяч более 500 тысяч я не знаю данные за 21 год но это к сожалению они были деформированы а связи с развитием пандемической ситуации закрытие многих центров которые не могли выполнять эти процедуры но в целом цифра значительно больше чем полумиллиона цифра сумасшедшая и я так понимаю что исследовательская научно-исследовательская работа и в россии в мире по этому направлению по прежнему идет активно очень то конечно идет улучшаются методы диагностики совершенствуется эти методы диагностики появляются методы внутри сердечной визуализации внутри сосудистой визуализации появляется новая характеристика инструмента которые пользуются наши врачи сосудистые хирурги появляются новые стенды совсем с другим покрытием когда длительность благополучного как бы пребывания внутри сердца внутри сердечного сосуда сердца становится более длительных меньше осложнений меньше возможности повторных событий в этом стенде очень серьезные идут исследования и появляются новые вот эти методы лечения и мне кажется что вам как специалист наверное любопытно до наблюдать за этими то есть такое постоянное ощущение чего-то нового хочется попробовать да потому что насколько мне известно в люберецкой областной больнице вот совсем скоро нас начнется вторая часть будем обсуждать этому тоже уделяется внимание имея виду современным методом лечения и возможности в том числе и лекарственных препаратов но перед тем как мы уйдем на перерыв скажите пожалуйста вот пандемия до которой мы говорили и с вами в том числе несколько лет давайте разделим на две части но на одном мы уже частично ответили что она повлияла на всю медицину потому что пришлось от чего-то она временно на саму систему здравоохранения систем а вот на саму болезнь на саму гипертония вот был человек здоров мамолот и вот пандемии его что называется нашла говорят что очень много всевозможных ну не нехороших таких последствий связанных с пандемией том числе и сердечно-сосудистой системы это так да действительно так потому что наверно все люди слушают радио смотрят средства массовой информации читают газеты видят телевидение и знают о том что то пандемии которая к счастью имеет завершение она касалась это инфекционное заболевание но основной маркер этого заболевания был внутри сосудистый тромбоз тромбы трубы в различных сосудов которые без сомнения утяжеляли вот именно ту сосудистую патологию о которой мы с вами говорим и конечно сердечно-сосудистая патология усугубилась у тех пациентов которые она была или у тех пациентов у которых была предрасположенность к ее развитию и увеличилось количество больных сердечно-сосудистой патологии и я вам скажу данные совершенно открытые что в двадцать первом году в московской области произошло увеличение смертности от сердечно-сосудистой патологии она не критическое но их количество увеличилось и именно благодаря вот этой к видной ситуации которая усугубила структуру сосуда способствовала прогрессированию заболевания сейчас делаем небольшую паузу и во второй части с доктора медицинских наук михаилом и очень гинзбургом мы поговорим о том как люберецкая областная больница сейчас готовится встречать всемирный день борьбы с артериальной гипертонией то есть о методах лечения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях уже не в первый раз и это радует михаил львович гинзбург доктор медицинских наук заведующий кардиологическим отделением люберецкой областной больницы ну в начале у нас был такой разговор вообще что называется до ситуации напомню что в мае отмечается всемирный день борьбы с артериальной гипертонией и мы говорили о том что сделано это не только чтобы ну отметить да с точки зрения врачебной но и обратить внимание всех людей на важность этой проблемы давайте мы поговорим чем чем и как лечат сегодня в люберецкой областной больнице в первой части вы сказали что у нас даже впервые операция проведена что сегодня получает пациент который приходит которого ну различные варианты заболевания операция средства дорого ли это стоит но и так далее значит я должен вам сказать что отечественное здравоохранение но в плане болезни системы кровообращения она идет ногу со всем миром и те рекомендации которые существуют в международных сообществах будь то кардиологические сообщества кардиохирургические сообщества или сообщества врачей-неврологов или врачей-специалистов занимающихся реабилитацией больных сердечно-сосудистыми заболеваниями тех больных те сообщества которые занимаются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний это известные сообщества это не только всемирная организация кровообращения которые как бы аккумулирует все это, но это и европейское общество кардиологов, и, соответственно, вот те ассоциации, о которых я вам говорил. И выработаны определенные стандарты лечения. И вот эти стандартные лечения, они получили свое отражение в клинических рекомендациях, которые издал Минздрав Российской Федерации. И практически сегодня при любом заболевании сердечно-сосудистой системы имеются клинические рекомендации. И врачи работают в соответствии с этими рекомендациями. Я вам скажу больше, что издан приказ Минздрава Российской Федерации, номер 936, который был издан в январе этого года. Он дает возможность больным с шестью, по-моему, с шестью группами заболеваний, в частности, с острым инфарктом миокардом, мозговым инсультом, те больные, которые перенесли аортокоронарное шунтирование, или перенесли чрезкожное коронарное вмешательство, или перенесли хирургическую операцию по поводу лечения нарушения ритма. Они получают в течение двух лет необходимые лекарства бесплатно. Абсолютно. И получают они эти лекарства сразу при выписке больного из стационара. Уже в стационаре им выдается от двух до трех до шести месяцев вот этот набор лекарственных препаратов, которые больной должен получать. Зачем это сделано? Почему идут такие колоссальные экономические... Ну, затраты, да. Конечно. Это сделано для того, чтобы наши пациенты не забывали принимать лекарственные препараты. Во-вторых, чтобы у них не было проблем с выпиской лекарственных препаратов, с получением этих лекарственных препаратов, и, конечно, с экономической составляющей. Потому что есть категория пациентов, которые не покупают лекарства, вынуждены откладывать деньги на какие-то другие вещи, и государство вот сделало такой шаг в отношении больного сердечно-сосудистого профиля. Это колоссальный... Мы ждем колоссального эффекта от этого. Мы ждем снижения заболеваемости и смертности. Да, это не придет в один день, но обязательно будет потом. И мы на это надеемся и верим в успех вот этой стратегии, которую выработало государство. Ну, а если говорить конкретно о городском округе Люберцы, вот какие вы фиксируете, насколько традиционные заболевания, кого у нас больше в плане сердечно-сосудистых? Какие патологии чаще встречают? Сердечно-сосудистых? Ну, это стандартно... Или все встречаются? Встречаются все. Это стандартное заболевание. Без сомнения, гипертоническая болезнь в структуре заболеваемости занимает ведущее место. Люди начинают болеть с достаточно раннего возраста. Мало людей, которые обращаются к медицинским работникам. К сожалению, в результате определенных деформаций не происходит должного контроля. Хотя государство опять и здесь уделяет колоссальное влияние. Внимание. В частности, проведение диспансерных осмотров. Это всеобщая диспансеризация. А народ не ходит? Даже не знают никто? Ну, народ ходит, и обязательно есть определенная картотека, и народ приглашается. Многие, несмотря на эти приглашения, мы обзваниваем наше население. Мы оставляем письма в почтовых ящиках, когда не можем попасть в квартиры. Мы уведомляем о возможности получения определенных методов обследования, что при диспансеризации могут получить гендерные определенные обследования. Женщины могут обследоваться у гинеколога, мужчины с определенного возраста могут осматриваться другими специалистами. Это будут больные, и население осмотрено, и специалистами более узкого профиля, хруристами, невропатологами при необходимости, терапевтами. Да, эффективность, к сожалению, этой диспансеризации на сегодня невелика. Но мы с вами говорили о том, что наше население постепенно привыкает, и молодежь начинает подталкивать людей среднего возраста именно своевременно обращаться за медицинской помощью. И мы об этом постоянно говорим, что роль вот своевременного обращения не на третий-четвертый раз, когда у больного закололо в области сердца, а в момент, когда у него закололо, что он должен уже обратиться за медицинской помощью, мы пытаемся доносить до нашего населения, что скорость обращения пропорциональна снижению заболеваемости и смертности. Ну да, просто нужно следить за собой, начиная с самого раннего возраста. А еще такой вопрос. Вот говорят, что даже мы сейчас видим, что весны и осени как таковых уже нет. То есть у нас либо сразу лето наступает, либо сразу осень наступает. Очень многие люди, ну, так это или нет, вы мне сейчас ответите, вроде бы как погодно зависимые. Метеозависимые. Метеозависимые. Насколько влияет сегодня сам земной шар на состояние здоровья человека? Есть такое влияние? Да, вы задали очень правильный вопрос. И если вы следите за мировыми событиями, вы знаете, что очень серьезно в этом плане относятся в мире. Ну, в частности, есть движение, предположим, Гринпис. Или есть движение, когда мы смотрим по улучшению качества бензина или керосина, который мы заливаем с вами в бензин. Все это делается для того, чтобы повлиять на экологическую ситуацию в мире. Улучшая экологическую ситуацию в мире, мы уменьшаем возможность сердечно-сосудистых заболеваний. С чем это связано? Потому что вредные вещества, находящиеся в окружающей среде, они непосредственно оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему. И они являются факторами развития тяжелейших сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, есть теории развития атеросклероза, и все об этом знают, население, и боятся этого атеросклероза, что именно экологическая ситуация способствует развитию, одна из теорий развития атеросклеротического повреждения сосуда, является экологическая ситуация. Да, существует определенная метеозависимость. К сожалению, много пациентов индуцировано заранее, что там 21 числа, это будет метео очень неблагоприятный день, что если вы имеете метеозависимость, не выходите на улицу, оденьте валенки. Да-да-да. С одной стороны, индуцирует больного, что с моей точки зрения это неправильно, а с другой стороны, метеозависимые люди, они должны уметь бороться вот с этими изменениями атмосферного давления, изменения характера скорости ветра, изменения осадков. Как должны бороться? И вот одним из эффективнейших методов борьбы является физическая нагрузка. И вот реализация гормона стресса во время физической нагрузки способствует снижению и легче переносимому вот этой метеозависимости у наших с вами пациентов. Поэтому, если вы помните, наши деды говорили, если у тебя заболело сердце, надо обязательно лежать, то сегодня мы говорим, что если вы страдаете заболеванием сердечно-сосудистой системы, вы обязательно должны иметь дозированную физическую нагрузку, но не строгий постельный режим. Ну, понятно, консультация специального врача, который скажет, либо ходить, либо быстро ходить, либо даже бегать. Да, но физическая нагрузка необходима. А скажите, давление само по себе, это какой-то баланс человеческого организма, вот когда оно повышается или понижается? Почему оно так серьезно может влиять на нашу жизнь? Что это за такой инструмент в человеческом организме? Есть определенные нормы, которые выработаны и стандартизированы. И всегда артериальное давление должно быть ниже 140 и 80. 120 на 80, да? Ниже 140 и ниже 80. И, к сожалению, не у всех людей на фоне естественного старения цифры артериального давления поддерживаются на этом уровне. И поэтому мы призываем наше население при незначительном повышении артериального давления уже обратиться к врачам. И в зависимости от степени повышения артериального давления, от степени вреда, который имеет это артериальное давление, а вред артериального давления, ну, тот вопрос, который вы задали, определяется поражением органов и систем при артериальной гипертонии. И в первую голову это поражение сосудов сердца, сосудов почек, магистральных сосудов и сосудов центральной нервной системы, в частности, отображением которых являются наши органы зрения, сосуды глазного дна. И вот в зависимости от этих поражений мы сегодня проводим лечение. И даже у больного, у которых незначительно повышается артериальное давление, но уже есть какие-то признаки поражения органов и систем, он обязан принимать средства, снижающие артериальное давление. Для профилактики прогрессирования этих процессов, чтобы снизить возможность развития инфаркта, мозгового инсульта, поражения сосудов ног, в частности, атеросклероза сосудов нижних конечностей, вплоть до гангрены, чтобы снизить возможность развития слепоты. Все серьезно. Ну и последний вопрос – это ваш коллектив, ваши коллеги, врачи, кто это, как вы подбираете персонал, насколько сегодня нехватка ощущается в специалистах? – Ну, вопрос, конечно, вы задали совершенно правильный, но ответ на него, наверное, будет не совсем правильный. – Так. – И неправильность ответа будет заключаться в следующем, что коллектив нашего отделения, которое я работаю достаточно давно уже, он достаточно стабилен. И на протяжении многих лет движение кадров в нашем отделении очень невысоко. Это происходит только в случаях, когда человек в силу определенных ситуаций переезжает, муж, жена куда-то или меняет место работы. Но у меня коллектив настолько стабилен, что мне трудно даже сказать. За последние, наверное, 20 лет наш коллектив покинуло 3 или 4 человека. – Вот как. Ну, прекрасно. – Врача. Поэтому коллектив у нас очень стабильный. Я прекрасно знаю, что многие лечебные учреждения, в частности, амбулаторно-поликлиническая служба, испытывают значительные трудности. Но надо сказать, что администрация больницы, города, Московской области очень активно помогает подбору кадров и удержанию кадров на местах. В частности, есть понятие социальная ипотека, есть понятие коммерческого найма, есть определенные материальные стимуляции. В частности, в настоящее время жителям других областей, которые переходят работать в наше лечебное учреждение, усилиями главного врача, выплачиваются определенные субсидии на съем жилой площади. То есть делается очень много, чтобы поддержать структуру лечебных учреждений и возможность выполнения основных ее функций. – Ну что ж, Михаил Ильич, это радует. Поэтому спасибо вам огромное. Я уж не знаю, поздравляют ли врачей с такими специальными днями, но мы знаем, что, конечно же, активное участие в борьбе – это ваш основной вид деятельности с гипертонией, со всеми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень надеемся на то, что те пациенты, которые сейчас получают от вас лечение, получают еще и удовольствие после него, возвращаясь к нормальной жизни. Ну а наши телезрители, которые внимательно послушали программу и поняли, что если как только что-то у вас какая-то неприятность, сразу надо идти к врачу, чтобы на ранней стадии успеть зацепиться за вот эту болезнь. Доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Львович Гинзбург был гостем нашей сегодняшней программы. Спасибо вам огромное. – Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова